Так, ну что, коллеги, всем привет. Я думаю, что можно начинать. Меня зовут Паш Тарасов. Я представляю компанию ЦИАН. Думаю, что ЦИАН в Москве, в Питере знают точно все. Наверное, многие по всей России. Мы крупнейший сайт по онлайн-недвижимости в России. У нас аудитория более 7,5 миллионов уникальных пользователей в день и более 2 миллионов активных объявлений на сайте. Я вам расскажу, как мы строим дата-платформу, как можно построить дата-платформу и зачем вообще это нужно. Ну давайте начнем сначала. Зачем вообще это может быть нужно? Прежде всего, когда компания вырастает, у нас появляется много данных, мы хотим получать от этих данных какую-то пользу. Самое очевидное, как можно получать от этих данных пользу, это использовать их в машинном обучении для самых разных кейсов. Например, мы хотим оптимизировать какие-то сервисы. Это могут быть рекомендательные сервисы, это может быть ранжирование, это может быть умная коммуникация с клиентами, когда мы хотим понимать, в какой момент, что именно клиенту надо предложить, чтобы повысить какие-то наши целевые метрики. Другое использование — это может быть информация для наших пользователей. Как раз пример того, что перед нами коллега рассказывал. Мы показываем какую-то статистику. Статистику можно показывать не только просто просмотры чего-то, а гораздо более расширенную, давать какие-то сложные аналитические отчеты. Пользователи, как правило, будут этому рады. И, соответственно, второе, наверное, очень важное, что здесь можно сказать, это если, особенно когда компания — это лидер какого-то сегмента, то, как правило, у вас могут быть какие-то уникальные данные, которых нет ни у кого. Для нас в недвижимости это так. Соответственно, опять же, давать эти уникальные данные вашим клиентам — это очень полезно и здорово. Последнее, наверное, про что я буду сегодня рассказывать, это что также эти данные, которые вы собираете, можно использовать для классического бизнес-интеллигенса. То есть да, когда мы строим отчеты на классической схеме типа Allab-кубов, там есть все-таки некоторые ограничения по размеру данных, мы не можем спуститься до каких-то минимальных деталей, все-таки это действительно нужно. То есть пользователю, который открывает отчет, видит, что что-то не так, ему нужно спуститься ниже-ниже-ниже уровнем, чтобы разобраться, что происходит. Ну и последнее, что нужно в бизнес-интеллигенсе — это возможность по абсолютно любой информации, по абсолютно что угодно, что у вас происходит, собрать какие-то тхок-запросы. Соответственно, вся эта информация должна быть доступна. Это не должно быть так, что бизнес-аналитик бежит куда-то к разработчикам, спрашивает, где данные, получает их месяцами. К тому моменту эти данные уже могут стать неактуальными. Все должно быть под рукой. Начнем мы с инфраструктуры, которая нужна именно для машинного обучения. Что такое нам в этой инфраструктуре нужно? Прежде всего, данные нам нужно получить. Получить их нам нужно в хорошем виде, чтобы их можно было использовать. Нам их нужно уметь хранить. Это должны быть какие-то большие данные. Например, потому что мы в какой-то момент можем захотеть использовать абсолютно все действия, которые наш пользователь производит на сайт. Вот он там зашел куда-то, кликнул куда-то, мышкой провел. Мы хотим все это дело логировать, записывать. Хотим всю эту информацию иметь. После того, как мы все это научились логировать и сохранять, нам нужно научиться это обрабатывать. Данных у нас получится много. Поэтому нам нужно уметь это обрабатывать распределенно на большом количестве машин. И также при этом хочется, чтобы это обрабатывалось несложно для разработчиков. Мы не хотим думать о том, что данные не влезают в оперативную память еще у нас какие-то могут быть проблемы. Мы написали короткий кусок кода. А каким образом он размазывается на эти машины и там исполняется, за нас должна лишить библиотека, которую мы используем. Ну и последнее, когда мы научились уже обрабатывать большие объемы данных, наверное, на этом мы научились строить какие-то модели машинного обучения. Хочется научиться эти модели применять. Соответственно, применять их в real-time. Какой может быть пример? Ну, опять же, рекомендательный сервис. Вот у нас есть карточка объявлений на сайте. Пользователь заходит, видит карточку объявлений. А также мы уже, зная про этого пользователя, куча всего, что он искал, что он смотрел. Можем порекомендовать ему другие объявления. И это будет действительно персональная рекомендация. И вот это вот как раз real-time используется. Соответственно, я сейчас немножко расскажу сначала про хранение и загрузку. Потом на нескольких примерах, как можно использовать байв-вычисления. Это вот как раз наши кейсы про модерацию, про CRM, коммуникацию с клиентами, про поиск роботов на сайте. И потом расскажу, как мы устроили рекомендательный сервис и тоже как это делать. Я, в отличие от предыдущего докладчика, наоборот, очень люблю апатческий стэк, стэк Hadoop. И считаю, что это единственная такая экосистема, которая позволяет вот все вот это вместе делать на одной и той же системе. И чтобы это все вместе жило и интегрировалось на одной же штуке. Ну, естественно, есть еще некоторые облачные хранилища, но они, как правило, стоят за облачные деньги по сравнению с Hadoop. Поэтому если вы всерьез собираетесь всем этим делом заниматься, то гораздо выгоднее использовать Hadoop. Итак, для начала про загрузку данных. Есть очень известный, много про него слышали, даталейк-подход. Когда мы собираем данные, складываем их, при этом мы даже не всегда понимаем полезность этих данных изначально. То есть мы, происходит, ну, например, пользователь совершает какие-то действия на сайте. Вот мы не знаем, нам эти действия потом вообще когда-то пригодятся или нет, а давайте их запишем. Для того, чтобы это все можно было потом использовать, нам нужно, конечно, иметь описание всех этих событий, которые мы сохраняем. Нам нужно, второе, очень важная вещь, нам нужно очень быстро добавлять новые события. Почему? Ну, потому что если у нас действительно идет большая разработка нашего сайта, куча всего меняется, а на добавление новых событий мы тратим кучу времени, то ни на что больше времени у нас не останется. Соответственно, основная критика даталейка, что, как правило, это такая штука превращается из хранилища данных в такое кладбище данных, в котором потом невозможно разобраться. Но если это делать с умом, я опять же чуть-чуть об этом расскажу, то такого дела не происходит. А вот в тот момент, когда мы уже какое-то время складируем данные и нашли в них ценность, мы должны иметь возможность эти данные разложить в красивый формат, сделать их типизированными. Если вначале мы, например, могли хранить просто JSON, то, конечно, типизация потом нам обязательно будет нужна. Нам, возможно, будут нужны разные агрегации по этим данным, разные срезы. Ну, например, если у нас есть какая-то информация, как у нас меняется объявление на сайте. Мы сначала захотим просто складывать всю эту информацию, как она менялась, потом какую-то информацию из этого типизировать, раскладывать красиво в какие-то таблички, а потом, например, считать агрегат, что, например, сколько за месяц раз это объявление менялось, условно. Или текущий срез. Вот срез на 12 ночи, какое было это объявление, чтобы потом аналитики могли делать какие-то тхок-запросы к этому делу. В чем большой плюс? Когда мы загрузили данные сырые, они уже сразу всем доступны. Время не потратили, нашли ценность, поскольку данные доступны, перезагрузили, все работает быстро и хорошо. Соответственно, как мы реализуем то, что мы не тратим время на загрузку? У нас для этого написана своя библиотека. Она основана на Spark и на Spark SQL. Вот тут коллега несколько докладов назад рассказывал про альтернативу. Есть такая штука, гоблин от LinkedIn, которая как раз занимается выгрузкой из Kafka в HDFS. Я не сказал, что это Kafka. Kafka — это очередь сообщений, которая поддерживает очень большой объем. То есть мы действительно можем в нее складывать все, что угодно, и мы так и делаем. Мы складываем все 40-д данные в Kafka, и из нее уже перегружаем дальше в ходу в HDFS распределенную файловую систему. Чем, собственно, плох гоблин? Почему он нам не нравится? Во-первых, тем, что для того, чтобы в гоблине настроить каждую новую перезагрузку данных, нам нужно написать новый класс на Java, который будет делать эту трансформацию, перекладывать это время. Время, которое тратить не хочется. Что делает наша библиотечка? Она представляет каждую очередь как табличку с одной колонкой, на которой смотрит Spark SQL. SQL-ник может написать абсолютно любой человек, который даже не умеет программировать, аналитик, кто угодно. Соответственно, SQL-ник выполняется, данные записываются в один из источников, который указан просто в конфиге. Если у нас речь идет о какой-то регулярной перегрузке больших данных у сырых, это хайф либо HDFS. При этом мы записываем, какой кусочек данных мы уже успели записать, и поэтому этим обеспечиваем exactly one за доставку. Другая очень важная штука этой библиотеки, что в отличие от того же Google, надо поддерживать стриминг-режим. Spark чем хорош? Это как раз одна из тех, как я рассказал, библиотек, в которой мы можем написать код, запустить его на кластере, и он за нас делает, параллелит ее на многое большое количество машин, и мы не думаем о том, где этот код и как исполняется. Соответственно, также Spark SQL может работать в бач-режиме, раз там в несколько часов взять, переложить данные, может работать в стриминг-режиме. И когда мы поняли ценность вот в этих наших данных, которые мы лили просто так в HDFS, мы можем начать их лить в стриминг-режиме, например, в Kafka, назад в очередь, если мы хотим только какие-то части событий или как-то трансформировать эти события на SQL, можем складывать назад, и кто-то другой будет дальше разгребать эту очередь. Можем какие-то вещи лить в Cassandra, Phoenix. Значит, Cassandra, Phoenix — это... Cassandra — это SQL-хранилище, я думаю, все про него, конечно, слышали. Phoenix — это SQL-ная надстройка на Dashbase. Нам ее во многом удобнее использовать, чем HBase напрямую, поэтому, как правило, мы пишем в нее. Но на самом деле все данные хранятся в HBase. Соответственно, после этого мы сразу получаем в реал-тайме доступные данные. И вот таким образом, например, вот как только что рассказывали про счетчики, таким образом мы можем, если у нас есть очередь про действия пользователя на сайте, реализовывать инкремент счетчиков в Cassandra. Просто вот с помощью вот этой библиотеки. Следующая задача, которую мы должны решить после того, как мы научились брать сырые данные, перегружать их и хранить, это трансформировать и выделять действительно туда нужные, важные куски данных. Здесь нам нужен некоторый шедулер, который будет выполнять последовательность данных. То есть здесь самое важное, что вот эта перегрузка, она последовательна. Помните, как я только что рассказывал вам про объявления? У нас сначала пришли сырые данные. Потом мы их с помощью вот этой библиотечки нашей переложили в HDFS. Потом мы их разложили в красивую структуру. Следующая ступень уже — это второй уровень сложности. Мы из них посчитали агрегаты, посчитали текущие слои. Есть третий уровень сложности. Мы, наверное, на этом еще захотим дальше учиться, то есть машинное обучение, какие-то фичи вытаскивать. На этом мы захотим какие-то отчеты строить. Это вот уже следующий уровень. Все вот это нужно делать последовательно. Есть несколько разных версий шедулеров, ну, нескольких вариантов шедулеров, которые это позволяют делать. Основная их цель — это как раз выполнять задачи по DAG, Direct Acyclic Graph. То есть у нас вот есть что-то выполнилось, что-то следующее, вот эти зависимости они разруливают. Мы используем для этого Louis & John Spotify. Самые известные альтернативы — это Airflow. Ну, и из старого такого хадубовского стэка — это УЗИ. Мы пробовали и то, и то. Ну, с УЗИ основная проблема — это вот эти нереальные XML-ники, которые надо написать ему конфиги, чтобы что-то выполнялось. Это очень сложно, очень тяжело. Еще и глючит, кромешно, очень плохо все. Airflow из коробки, вот то, что пишется на сайте, все замечательно. Он умеет что угодно, ну, чуть ли не кофе он свалит. Когда вы с ним начинаете разбираться, оказывается очень много проблем. Что в какой-то момент джобы не запускаются, здесь грабли, здесь грабли. Ну, там, причем грабли какие-то довольно неочевидные. Читаешь, 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 почему же не запускается, а оказывается, что время на машине, время в базе данных, время — все должно быть в UTC. Почему в UTC? Ну, потому что Airbnb сидит в Амстердаме, и у них UTC, извините. Ну, таких, в общем, граблей достаточно много. На самом деле, мы на этом деле забили. Луиджи не умеет сам запускать джобы. Он умеет только выполнять правильную последовательность и следить, чтобы два джоба не запускались одновременно. Очень просто. Все остальное за вас делает crontab. Удобное описание графа на питоне. Все, что нужно. Соответственно, что он запускает? Он запускает либо хайв на тезе. Значит, хайв обычно в старые времена запускался на MapReduce, запускал вот эти монструозные большие джобы, которые очень долго работали. Тез — это в некотором смысле наследник MapReduce от Hortonworks, который позволяет выполнять скольного губа истории, я тоже немножко расскажу. Вторая альтернатива — это Spark. Ну, про Spark я в двух словах сказал. Это фреймворк для распределенных каких-то вычислений, спределенных джобов. Он принципиально отличается от MapReduce и теза тем, что он может поднять большой массив данных и после этого в оперативке его крутить и делать по нему несколько проходов. Это нужно прежде всего для алгоритмов машинного обучения, которые делают несколько проходов по данным. То есть данные могут быть не такие большие, но достаточно большие, чтобы вы не можете это сделать на одной машине, и мы делаем по ней несколько проходов. Ну, соответственно, мониторинг — это все более-менее стандартно. центры, отлавливают ошибки, графана, мониторинг, что у нас вообще все запустилось, сколько времени отработало, как все это дело прошло. Таким образом, мы научились выполнять трансформацию вот этих данных. Вот итоговая схема того, что получилось. Слева у нас стоит самая первая часть. Это вот и сырые данные, которые нам загрузили, загрузили их в Kafka. Дальше мы взяли сырые данные, разложили их в HDFS. Они у нас доступны для ad hoc, но неудобны. Опять же, JSON, по ним можно бегать SQL, Spark, чем угодно, но долго. Следующая степень. Данные, которые мы поняли, что они полезны и нужны, мы их разложили в Hive в красивом уже формате. По ним уже работают production-джобы, все хорошо. Последняя деталь на этой схеме, про которую не рассказал, это Druid. Про нее тоже был один из первых докладов сегодня. Это колоночный storage, который по очень большим данным может отдавать subsequent ответы по запросу. Он умеет делать разную предагрегацию, и благодаря этому мы можем использовать его, например, в BI или в каких-то запросах, когда нам нужно быстро получать ответ. Я потом чуть-чуть приведу по этот пример. Итак, мы теперь научились загружать данные, теперь надо учиться с ними обрабатывать. Но прежде всего это SQL. Это язык, который знают абсолютно все. Его знают аналитики, data scientists, разработчики. И, конечно, он есть на Hadoop. Он, конечно, не такой, как unseech на SQL. Но, когда обычно говорят Hadoop, представляют себе вот такие вот протянки логов. MapReduce, который вы пишете какой-то запрос, он поднимается в течение минуты, и потом только начинает что-то считать, считает за 3 секунды и отдает ответ. Сейчас все изменилось. Во-первых, TES позволяет делать запросы гораздо более хитрые. Хитрые джойны. Передает данные между итерациями в памяти. Поддерживает практически все аналитические функции, которые вы придумаете в любой базе данных. Если что-то не хватает, вы можете написать либо на Java, либо на Python свою функцию. Во-вторых, хранение данных — это уже далеко не логи. Это могут быть красивые бинарные row column таблицы, в которых для того, чтобы вычитать в огромной таблице один столбец, не нужно читать все, вы читаете вот нужный кусочек. Поэтому для классических запросов аналитика, которые не выглядят как select where id равно 1, 2, 3, а действительно join нескольких больших таблиц, это работает замечательно. Да, конечно, есть ограничения, что действительно маленькие запросы будут работать долго. Но универсального решения, увы, не бывает. Вторая штука, которая про SQL здесь есть, это Presta. Presta — это фейсбуковская библиотека, которая на самом деле косвенно относится к хадуповскому стеку, но очень хорошо работает с хадуп. То есть это SQL-движок, у которого есть свой встроенный шедлер. Он гораздо более гибкий, чем шедлера хадупа, позволяет запускать много маленьких запросов, то есть у вас может одновременно работать 100 пользователей и, соответственно, тоже поддерживает даже еще больше аналитических функций. Таким образом вы можете запустить обычных бизнес-аналитиков, работать с вашими данными, в том числе они смогут копаться вот в этих своих данных, которых вы еще не понимаете, что там сами. То есть вы знаете описание, но никогда не пытались их использовать. Дальше есть более хитрый кейс — Data Scientist, которым нужно не просто написать SQL-ный запрос, а сделать с ним какую-то магию. Написать какие-то произвольные трансформации, как-то данные вот так вот переобразовать, что-то обучить. Вот здесь пример Spark. Это морда Юпитера ноутбука, IPton. Поэтому я покажу, как очень быстро, буквально несколькими командами, можно обработать большой массив данных произвольной функции. Первое, что мы делаем, мы импортируем нужные нам зависимости, запускаем Spark. Говорим, что Spark будет работать в режиме Ярн Клиент, это значит, что он запускается в нашем ходубском кластере. Дальше мы пишем некоторую хитрую произвольную функцию. Ну, поскольку это пример, то хитрая произвольная функция будет выдавать просто название машины, на которой мы запустились. И дальше эту хитрую функцию мы еще и встраиваем в SQL, в Spark. И теперь она доступна внутри SQL. Вот так вот буквально двумя командами. Запускаем SQL, который по достаточно большой таблице посчитает количество записей и для каждой записи выполнит нашу функцию. Вот он выдал ответ. Там, по-моему, что-то типа полтора миллиарда. Ну и еще мы видим, что он одновременно запускался на шести машинах. Если посмотреть, что это получилось, это как раз морда Spark самого. Вот мы видим нижний стейдж, который показывает, что он обработал 10 гигабайт данных, работал он при этом 10 минут, ну потому что он вызывал вот эту питательщую функцию хостнейф для каждого строчки из полтора миллиардов. И вот на шести машинах он для этого нас сегулировал. Мы при этом написали вот буквально 10 строк кода. Соответственно, таким образом мы можем научиться бачеву обрабатывать и строить какие-то модельки. Давайте теперь смотреть на примерах. Значит, для начала модерация. Ну, антифрут — это очень важная тема, наверное, для многих компаний, для нас в том числе. К нам приходят разные нехорошие люди и размещают у нас фейковые объявления, чем самым мешают как тем, кто у нас ищет объявления на сайте, тем, кто их размещает. Чем характеризуются эти объявления? Ну, они должны быть такие, чтобы их пользователь смотрел. Вы можете придумать описание, цену, место, что угодно, но фотографии надо откуда-то взять. Соответственно, если фотографии у вас украдены, значит, объявления, скорее всего, украдены. Вот это вот простой пайплайн, который позволяет нам искать украденные фотографии. Что мы делаем? У нас есть кафтский топик, где мы записываем все те же самые изменения объявлений. Наша библиотечка Loader актуализирует в Phoenix информацию по этим объявлениям, то есть мы всегда знаем последний статус. И та же самая библиотечка, помните, я там говорил, что она может real-time грузить из кафки в кафку, она выкидывает, какие картинки есть в этих объявлениях. Дальше следующий job, тоже работает на Spark Streaming, который берет каждую картинку, проверяет, что мы ее еще не общаемся, посчитывали, и считает для нее некоторые эмбеддинги, то есть некоторые вектора, которые характеризуют эту картинку. Отдает их дальше. И следующий job, опять же, на Spark Streaming ищет. А где еще были? Встречались вот такие картинки. Ищет уже по вот этим посчитанным векторам. Ну, дальше он находит, где это произошло, определяет, кто же, собственно, более вероятно украл картинку, ну и применяет вот это нарушение. Вот этот нехитрый пайплайн где-то на начало года давал нам, по-моему, чуть больше половины найденных вот таких вот машинников. Сейчас, конечно, немножко мы доделали инструменты, ну и люди немножко догадались, но тем не менее инструменты все равно остаются очень эффективными. Следующий пример — это как раз умная коммуникация с клиентами. Это один из пайплайнов, которые у нас работают. Значит, мы должны взять данные, вот левая часть — это как раз то, что я рассказывал, пайплайн по загрузке. Взять данные, выбрать, к кому мы что хотим, скоммуницировать, посчитать для них какие-то фичи и отправить. Здесь еще мы рекомендуем какие-то объекты, которые клиенту нужно посмотреть. Соответственно, мы их скурим, тоже это делается на Spark'е. Отправляем коммуникацию, например, почтовую рассылку, либо, может быть, какие-то пуши в мобиле. И назад собираем информацию в Hive. И все. В какой-то следующий момент пайплайн повторяется. Таким образом, мы можем использовать довольно сложные модели машинного обучения для того, чтобы, поскольку у нас все это распределенно считается на всем кластере, для того, чтобы повышать конверсию, ну и разные другие наши показатели, это наша коммуникация. Последний — это «Бальбас робот». Это очень актуальная для нас тема. Ну, наверное, если здесь в зале есть люди, которые занимались Data Science, наверное, многие из вас парсили объявления с сайта ЦИАН. Ну, действительно, информации много, информация хорошая, полезная. И роботов может быть от 50 до 90% на сайте в разное время. Здесь я привел пример запроса к друиду. Как раз вот это колоночное хранилище, которое я привел, которое ищет айпишники с очень простым правилом. Кто больше всего сделал запросов за последний час? Что у нас написано? Обратись к колонке Nginx, логи Nginx. Сделай по метрике каунт и по айпишнику сгруппируй. Вытащи топ 10 тысяч тех, у кого больше всего запросов. За несколько дали секунды отрабатывает. И мы можем написать несколько таких вот ручных правил, которые очень топорные, но очень действенные. А можем написать гораздо более хитрые вещи, которые нам вытаскивают кучу информации, и после этого мы делаем по ним поиск аномалий. И тоже с помощью уже более хитрых инструментов отлавливаем этих самых роботов. Итак, теперь мы научились делать модели, ну и вообще использовать данные в таком батч-режиме. Давайте посмотрим, как их использовать в реалтайме на сайте. Я расскажу это на примере рекомендательного сервиса, который у нас есть. То, что я уже рассказывал, если вы зайдете на наше объявление на сайте, у нас будет показываться похожее объявление. Мы для этого используем приличный I.O. Это сервис для внедрения моделей машинного обучения на сайт. Не будучи дата-сайентистом и не разрабатывая большое количество кода, мы можем легко, используя какие-то шаблоны, можем потом написать свои, сделать рекомендательный сервис, либо ранжирование, либо поиск похожих текстов. Шаблонов достаточно много уже сейчас написано. Вот сейчас пример, как сделать простейший рекомендательный сервис. И причем, надо сказать, что рекомендательный сервис, хоть он и простейший, он будет, во-первых, персональные рекомендации выдавать, в зависимости от того, что пользователи дают, а во-вторых, будет, как правило, лучше, чем то, что вы купите на рынке аутсорсов. Значит, вот это же настройки для шаблона Universal Recommender. Самого часто использования шаблона в Proliction.io для рекомендации. Что мы здесь видим? Мы создаем приложение под названием Tsan. Дальше две настройки. Это, соответственно, мы используем Elastic Search, а потом расскажу, зачем. Индекс Elastic Search. Дальше у нас должна быть таблица в хэбэзе, в которой есть два типа событий. Пользователь посмотрел какой-то предмет. Пользователь купил, в нашем случае посмотрел телефон, какого-то предмета. На этом мы можем обучиться и понять, что пользователю было интересно. Вот такой JSON мы скармливаем Universal Recommender, запускаем просто Bash Script. Он поднимает Spark, опять же, поднимает его на вашем кластере, несколько часов считает, посчитал модель. Как мы это потом будем использовать? Pliction.io работает в микросервисной архитектуре. Соответственно, мы поднимаем соответствующий микросервис, который, опять же, по REST принимает вот такой вот простой запрос. Что мы хотим здесь? Мы хотим получить рекомендации для пользователя Васи. Но если информации по пользователю Васи нет, то у Васи сейчас смотрят объекты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тогда мы хотим рекомендации для этого объекта, то есть похожие. Но при этом мы еще про Васю знаем, что он вообще-то смотрит сейчас жилую недвижимость. Поэтому нам, пожалуйста, только квартиры и комнаты. Но еще мы хотим, чтобы те объекты, за которые нам деньги заплатили, они как-то поднимались наверх. Поэтому, пожалуйста, топ-3 премиум, вот это наши премиальные услуги, подними наверх. Все. Эту штуку можно разворачивать на нескольких контейнерах, внедрять в прот, пожалуйста, она работает. Ну, конечно, это open-source, поэтому звучит немножко красиво. На самом деле надо будет немножко еще подпилить напильником, чтобы она работала. Но поскольку код открыт, то подпилить всегда можно. Значит, какая архитектура этой штуки? Мы через кавку с JavaScript'а напрямую получаем поведение пользователя. Что он смотрел? Какие телефоны смотрел? После этого мы за нашей библиотечкой обрабатываем это дело. Складываем ваш base. Дальше у нас идет тот самый первый JSON, который был там про обучение, если помните. Идет обучение модели. Ну, что такое обучение модели? Это мы для каждого объекта на основании того, что мы видим, по истории пользователя, ищем список наиболее похожих объектов. И складываем прям такую штуку в Lasticsearch. Объект, список объектов. Сложили. Дальше начинает работать микросервис, который отдает рекомендации. Когда к нам приходит пользователь, мы заходим в ваш base. Получаем оттуда информацию о том, что уже этот пользователь смотрел, что кликал. Идем в Lasticsearch. И среди вот этих списков, которые нам были присвоены к каждому объекту, ищем наиболее похожий объект. Дальше применяем на них какие-то наши правила. Помните, мы хотели там только аренду и квартиру. Там же применяем эти правила, отдаем рекомендации. Вот такая вот достаточно простая структура, которая позволяет действительно сделать хороший рекомендательный сервис. Опять же, это я рассказывал сейчас про рекомендательный сервис, но также на самом же prediction.io можно делать и другие вещи. Ранжирование, классификацию. Там для этого даже есть готовые шаблоны, но всегда вы можете написать свой. Очень удобно и действительно хорошо работает. Значит, теперь давайте про другие использования дат-платформ. Ну, прежде всего это BI. Еще раз я уже рассказывал, что нужно для BI. Им нужны all-up-кубы. То есть когда у нас бизнес-пользователь открывает такой вот большой отчет, где есть куча фильтров, он нажимает на эти фильтры, и ему очень быстро отдаются все эти результаты. С другой стороны, им нужны ad-hoc-запросы. Когда вот только выкатили какую-то новую фичу, еще ничего это в кубы никакие не попало, уже хочется что-то посчитать. Соответственно, запрос к сырым данным, пожалуйста. Иногда нужны real-time дешбарды. С этим, опять же, у нас будет справляться друид. И вот, соответственно, небольшая схема, как у нас это устроено. У нас есть две веб-морды. Ну, не совсем, не только веб, там есть клиент у Tableau. Tableau — это классический клиент для BI, где строят все эти отчеты, там удобно строить фильтры, тренды, все что угодно. Он через Spark SQL смотрит на хайловские таблицы и позволяет, собственно, уже по предрегулированным таблицам выдавать любой отчет. В чем проблема? Проблема в том, что когда какое-то время Spark не работал, то есть отчет никто не смотрел, таблицы выгружаются из памяти, и в следующий раз, когда пользователи опять табло туда приходят, опять таблицы надо поднимать, на это уходит некоторое время. Соответственно, вторая морда — это SuperSat. Это тоже разработка Airbnb. Она менее классная для бизнес-аналитики, но тоже красивые дешбарды. И, кроме того, самое большое преимущество — она привязана к друидам. То есть мы можем прямо в реал-тайме считать что угодно. То есть у нас только-только какие-то события пришли, мы сразу их получаем с друид. Вторая вещь — это опять же то, что говорил про lab. Друид предрегулирует данные. Соответственно, любые изменения фильтров моментально отражаются в нашем отчете. Нам не нужно ничего ждать. Вот красными стрелочками здесь написано то, что у нас еще не работает, но на самом деле уже реализованы и работать можно. Опять же говорю, что все это единый стэк. И тот же друид, он хранит, может хранить свои данные. Он может в S3 хранить, может на каких-то локальных машинах, может хранить в HDFS. Соответственно, хайв можно привязать напрямую к друиду, хайв можно привязать напрямую к табло. И тогда мы получим идеальную составляющую. Табло ходит в хайв, хайв ходит в друид. Мы получаем доступ к большому объему данных. Мы можем спуститься до минимальных деталей. И одновременно мы можем применять фильтры, и они быстро применяются. Это сейчас уже реализовано для хайв 2. Это действительно работает, но у нас пока не дошли руки. Это, наверное, следующая доработка в этой системе, которую мы будем делать, протестили, но пока еще не видели. Есть еще альтернатива, в принципе, друиду. Это кайлин. Это вот такой тоже аллап на хадупе. Он немножко работает по-другому. У них как раз, он заточен под BI, по идее должен быть. У них есть интеграция с табло. Данные он сам, ну говоришь, вот эта хайвовская табличка, построь по ней куб, такие-то измерения, прям в UI такие-то метрики. Он это делает. И в результате предрасчитанные данные кладет в хбейс. В чем получается проблема? Ну, во-первых, он действительно кладет данные в хбейс, в отличие от друиды, которые используют другие вещи. А хбейс у нас уже используется на сайте. Туда ходят, вообще-то вот там за рекомендациями с фронта ходят. Ну и, соответственно, лишняя нагрузка на хбейс, которому и так в пиковые часы не всегда здорово живется. Дальше это интеграция с табло. Якобы она есть. Но на самом деле, если мы посмотрим на запрос, который генерирует табло, там коды генерации вот таких вот запросов, где подставлены всевозможные какие-то значения, vr1 равно 1, еще что-то там. И в результате калин не в состоянии понять, что от него хотят. Начинает считать, пересчитывать, вместо того, чтобы взять просто один большой галлигат, пересчитывать по куче мелких данных, их суммировать на лету. Ну и рано или поздно загибается, потому что там есть тайм-аут в хбейс. Ну и последнее это плохой API. Если мы хотим по каким-то большим данным, например, логом что-то считать, мы, наверное, хотим логи не хранить в кубе за года. А там очень сложно сделать так, чтобы старые данные удалялись. Практически невозможно. В отличие от друиды, где мы просто ставим одну галочку и говорим, что вот все, что дальше месяца, все удалей нафиг, нам это уже неинтересно. Это прошлое. Соответственно, это штука, с которой мы довольно много провели времени, пытаясь ее настроить. Побегали на граблях, так и не получилось. Поэтому все же… Ну сейчас, правда, переписывают Калин вторую версию. Возможно, он станет когда-то лучше. Но пока я все-таки рекомендую остановиться на друиде Хайви, потому что вот это стопудово работает. То есть, если вы слушали первый доклад сегодня, там вообще рассказывали про то, что в друиде какие-то там совсем космические объемы данных можно хранить. Правда, это действительно быстро. Последнее, то, что я рассказывал, применение, это как раз информация, с которой мы можем отдавать пользователю. Это могут быть простые вещи, как статистика. Вот у нас из того, что из предыдущего доклада был Redis как real-time хранилище и Vertica как, соответственно, такое оффлайн хранилище. У нас это Hive и Cassandra. То есть мы инкрементируем счетчики Cassandra, а пересчитываем все в Hadoop. Вот оно очень хорошо вместе живет. Это пример, когда мы можем предложить пользователям уникальные данные. Вот это, например, граф совместных просмотров жилых комплексов на севере Москвы. Как бы мог ли, например, вы, не знаю, работаете в жилом комплексе Петр I, хотите узнать, кто ваш конкурент, как можно сделать. Можно погуглить, какие жилые комплексы есть еще. Можно поспрашивать клиентов, можно провести СОСР-прос организовать. А у нас информация доступна сразу. Вот здесь отружено, собственно, размер, это количество вообще просмотров. Ребра этого графа, совместные просмотры. Вот мы сразу видим, кто конкурент у этого комплекса Петр I. И при этом есть какие-то неочевидные зависимости, что, например, там Green Park, Life, Botanics и Silver, они все находятся рядом. Но при этом Green Park и Silver практически совместных просмотров вместе не имеют. Соответственно, конкурентами их можно, наверное, не считать. Итак, резюмеры все это дело. О том, какая получилась архитектура и как все это дело работает. Слева это часть, в которой нам данные загружаются. У нас есть Kafka, единая шина, в которой мы получаем все сообщения. Все грузится через нее. Это JSON, которые имеют понятное описание. При этом нас совершенно не волнует, например, если в JSON добавились новые данные. Добавились, хорошо. Если они нам когда-то понадобятся, мы их разложим. А так, ну, окей, просто в описание добавили. Мы просто их складируем. Дальше, справа, верхняя часть, это то, что мы обрабатываем в бач-режиме. Мы их перекладываем в Hive, анализируем. Анализируем с помощью Hive, с помощью Presta, выводим в Tableau, выводим в Superset. Соответственно, на шедуле работает это все через Luigi, чтобы у нас последовательно выполнялись правильные джабы. Также там стоит Druid. Druid, который у нас выполняет сразу несколько функций. Это, во-первых, BI. Во-вторых, вот один из примеров, это как раз поиск роботов, когда нужно быстро иметь запрос о какой-то агрегации. Ну, потому что по одной конкретной операции вы не можете понять, робот это или нет. Нижняя часть — это RealTime. Соответственно, Cassandra, Phoenix используются в разных сервисах. Я рассказывал, но Cassandra — это статистика. Phoenix, например, это то, что мы используем для модерации. Ну и для рекомендательного сервиса, вот prediction.io, который тоже ходит в HBase и получает оттуда списки объектов, то, что смотрит пользователь. Это дальше отдается напрямую на сайт. Сбоку там еще такая стрелочка к видеокартам. Видеокартам у нас… Машины с видеокартами у нас не стоят в кластере Хадупа, хотя это тоже возможно. Это там разводится через ресурс-менеджер, но чуть проще это поставить отдельно и настраивать через API. Ну, если будет интересно, потом почему-нибудь расскажу, почему так. Вот. В общем, вот такая вот инфраструктура получается. Она достаточно цельная. То есть это не набор сервисов, когда вот здесь стоит одно, здесь стоит другое, здесь стоит третье, вы гоняете данные между ними, а все действительно лежит в HDFS, все едином хранилище. Какие выводы из этого я хочу делать? Ну, во-первых, не верить, когда вам расскажут в Хадупу такая монструозная, сложная система, в которой ни production ready, ни работает. Она решает большинство ваших проблем. Действительно, вот и бачи, и реалтайм, и хранение данных дешево, быстро, хорошо. Вторая вещь, что говорят, что невозможно использовать одновременно один и тот же кластер для аналитики и для продакшен. Возможно, мы используем. С помощью ресурс-менеджера все это действительно хорошо разводится. У нас одновременно работает HBase, в котором лежат боевые данные, куда мы ходим для рекомендательного сервиса. Одновременно там же работают аналитические запросы. Никаких проблем. Ну и последнее. Это вот такие презентации очень часто бывают, что BI на Hadoop это очень сложно, невозможно. Это презентация JetRow, это очередная версия Алапа для больших данных. Не верьте, возможно. Да, мы не можем делать какие-то классические сквельные запросы, типа select по одной записи. Надо будет, наверное, чему-то научиться что-то переписать. Но value, которую мы от этого получим, возможность провалиться как угодно, возможность сделать отхоки, она гигантская. Поэтому пробуйте. Я думаю, у вас получится. Спасибо. Здравствуйте. Вот у вас появилось табло. Мне кажется, он, во-первых, немножко выбивается из общего open source тренда. Такой прекрасный инструмент, красивый секси репорт. И бизнес-пользователи его очень любят. И тут же вы говорите про Алап сервер. А почему не использовать великолепные in-memory возможности табло? То есть там прекрасные экстракты. Они причем как бы свопятся на диск. То есть там очень хорошо с этим. Вот почему нет? Почему идет разговор об open source Алапе? Ну, во-первых, можно использовать. А вы используете? И местами используются. То есть для некоторых отчетов действительно используются data extract. То есть мы заходим в Hive, забираем кусок данных. И вот этот отчет на нем работает. Но все же табло — это один сервер физический. Почему? Там, опять-таки, он великолепно кластеризуется. Ну, хорошо. Он действительно великолепно кластеризуется. На это надо тратить отдельные ресурсы, поднимать под это отдельные сервера. То есть это не будет то же самое, что вот у нас через ресурс-менеджер одновременно разводится, что здесь могут быть запросы, которые используются там каким-то data scientist, которые считают продакшеном, которые что-то пересчитывают. И одновременно здесь же работает Алап. Такого быть уже не может. Здесь все на одном. Соответственно, ну, вообще табло — это историческая штука, потому что до этого у нас был MySQL-ный Алап. MSQL-ный Алап, пардон. Но кажется, что ничего не мешает одновременно его коннектить к друиду и для каких-то маленьких источников, опять же, выгружать данные на этот сервер и использовать его в табло. Понятно, спасибо. И вот я вот не очень как-то… У меня вот вопрос про граф вылетел. Вот где вот вы этот граф держите? То есть я бы взял бы просто его, лил бы в Neo4j, и он бы у меня там бы жил бы сам по себе. Но Neo4j, он выбивается из хадуп стека. А вот у вас как он живет, граф? У нас именно как граф он не хранится. То есть он считается только в тот момент, когда он нужен. То есть графовую базу мы никакую не используем сейчас. А долго? Считается, нет, недолго. Но у нас есть… Ну, как этот граф посчитать? Нам нужно просто посчитать, какие объекты хранились вместе. У нас вот есть табличка, которая используется в том числе для рекомендашек, в котором мы знаем, какой пользователь смотрел какой объект. Выгружаем, джойним, собираем граф. Не так много. Понял, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Вопрос такой, а как вы пришли к друиду? Достаточно нестандартное решение. Просто интересно. Друиду пришли следующим образом. Вот, собственно, мы решали одновременно две задачи. Почему пришли к друиду? Это, значит, вопросы нашего BI, потому что мы не хотели уже дальше масштабировать All-Up, не хотели как раз заниматься всякими коммерческими штуками, типа там табло. Хотели все впихнуть в единую систему. Во-вторых, мы решали проблему борьбы с роботами, потому что когда мы это делаем какими-то… Нам нужно поднимать очень большой объем данных, чтобы понять, является ли этот конкретный айпишник чем-то… Я цель понял. Да. Просто не к тому, а какие были альтернативы? То есть, ну, рядом стоящие конкуренты и что просматривали? Ну, есть, наверное, кликхаус из стоящих конкурентов. Ну, наверное, в тот момент, когда мы начинали… Я даже не помню, выложил кликхаус или нет. Но кликхаус плохо интегрируется со всей этой штукой. Мы его, если честно, даже не пробовали. Вот пробовали калин, который тоже имеет реалтайм. Я уже объяснил, почему это дело не залетело. Ну, а с друидом все полетело довольно быстро и хорошо. Все замечательно работало. Понял. Спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, характеристики нагрузки. То есть, сколько в пике пользователей идут в табло, например, хочется понять, и насколько тяжелые там запросы. И еще, я правильно понимаю, что вы табло используете в режиме, когда на сервере, собственно, кэшируются данные. То есть, не Direct Discovery. Нет. Спасибо. Значит, во-первых, Direct Discovery. У нас, когда вы контактите табло к Spark, вы можете написать там, чтобы Spark закэшировал таблицу. Соответственно, таблица поднимается на памяти на Hadoop кластере, и SQL работает там. Работает очень быстро. Потом, когда табло отключается через какое-то время, именно Spark из кэша таблицы убирает, ресурсы освобождаются, их занимают другие какие-то джопы на Hadoop. Да, мы через это проходили. Единственное, все потом упирается в количество одновременных пользователей, которые пришли в BI-систему. То есть, вот сколько у вас в пике пользователей с табло? У нас немного, там, 3-4 пользователей в пике. Понял. Спасибо. Добрый вечер. Я тут. Спасибо большое за доклад. У меня так, некоторое количество вопросов. Там вот был слайд про взаимодействие, там, именно вот в рамках машинного обучения. Почему модели хранятся в эластике? Значит, почему в эластике? Как это хранится? У нас есть объект, есть набор объектов, которые на него похожи. Значит, есть набор объектов, которые смогли пользоваться. Вот мы считаем по всем вот этим наборам объектов похожие. То есть, вот у нас есть одна вершинка, есть, соответственно, то, что из нее выходит у ребра. Вот по вот этой множеству смежных вершин мы ищем похожие. И вот эти вершинки отмечаем. То есть, мы пересечения множеств делаем. Это эластик умеет делать из коробки хорошо и быстро. Ну, то есть, это не модель машинного обучения вот в таком виде, как, допустим… Нет, машинное обучение… Да, все правильно. Машинное обучение – это как построить вот эти похожие объекты. Там вот если вы… Я сейчас даже не готов… То есть, вы храните результаты. Результаты. Да, там фактически хранятся результаты и по ним быстрый поиск по этим результатам. То есть, когда мы говорим про переобучение модели, мы говорим про актуализацию данных, а не про изменение модели, на основе которой происходит предсказание, там, рекомендация. Да, можно сказать и так. То есть, у нас пересчитывается на спарке вот этот список похожих объектов. Понятно. Тут вопрос сразу отпал. И производительность prediction.io. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы. Prediction.io, как правило… Во-первых, он микросервисный, поэтому мы можем сколько угодно этих микросервисов развернуть. Он упирается, как правило, в производительность Habase и Elastic. То есть, соответственно, с какой скоростью может отдавать данные Habase. Сам prediction.io легко масштабируется. У нас, кажется, это три или четыре контейнера с самим prediction.io. Ну и, соответственно, в пике… Я боюсь наврать, не помню точно, сколько операций, сейчас не скажу. Если зададите вопрос, я вам потом отвечу. Понятно. Спасибо. Добрый день. У меня такой первый вопрос. Вот утилитка ваша SQL Loader, как-то так, она на кластере работает или… Да, она работает на кластере. И управляются чем? Ну, в Hadoop есть ресурс-менеджер, Ярн. То есть я под Ярн, окей. Да, под Ярн. Второй вопрос. Про… у вас есть и HBase, и Кассандра. А, кажется, это такие, похоже, решающие системы задачи. То есть почему не оставили одну… Значит, исторически сложилось, что есть Кассандра и есть HBase. Кассандра была изначально, на ней работает в основной сайт. HBase, потому что нам на порядок удобнее работать с теми данными, которые у нас есть уже в Hadoop. И мы можем генерировать H-файл, положить его сразу. Вы, кажется, сказали, что у вас сайт работает на HBase. Ну, то есть вы… Ну, у нас теперь, да, теперь у нас уже часть из HBase используется для рекомендаций, еще для чего-то. А основной сайт работает на Кассандре. И последний вопрос. Какой размер команды у вас? И сколько времени потребовалось на разработку этой архитектуры? Сейчас у нас уже команда, по-моему, человек семь. В основном все то, что я сейчас рассказал, было сделано меньше, чем за год. Начиналось, наверное, с двух человек, а под конец было четыре. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще железа под это все? То есть какое количество серверов? Под это вот у меня есть заготовка. Соответственно, Hadoop – это два мастера, восемь рабочих нот. Соответственно, два мастера обязательно для HBase. Если у нас одна машина вылетает, все работает дальше замечательно. Соответственно, отдельная машина с видеокартами и отдельный эластик-сечка, под который там разные штуки. Ну и сервер для, собственно, каких-то экспериментов. Вот все наше железо. А администрируют это сколько? Ну, именно системные администраторы. То есть не разработчики, а именно админы? Ну, примерно половина или четверть системного администратора. Понятно, спасибо. Здравствуйте. А вот такой вопрос по поводу как раз совмещения нагрузки аналитической и реалтайм на кластере. Не сталкивались с проблемами, что HBase там, ну и нагружка, которая приходит из MapReduce, там из Ярна, по ИО сильно конфликтует, собственно, на дата нодах, на воркерах. Да, спасибо. Это очень актуальная для нас проблема. Действительно, по ИО оно достаточно сильно конфликтует. Для HDFS можно настраивать тип хранения данных. Это могут быть жесткие диски обычные, могут быть SSD, может быть in-memory слой. Соответственно, сейчас мы в процессе переноса HBase на SSD. И тогда проблема с ИО сама собой отвалится. Раз-раз, я здесь. Очень интересный доклад, спасибо. Тоже, на самом деле, возник вопрос, связанный с нагрузкой. Вы сказали то, что production кластер, аналитический кластер, там у вас Spark и SQL, плюс, как бы, я так понимаю, в Юпитере там дата сайентисты на питоне что-то питонят. Первый вопрос, можно ли чуть-чуть более детально раскрыть настройки ярно, используете его динамические пулы, статические, кластер как-то порезали или этого не делали. И второй вопрос, как вы боретесь с зависшими приложениями. Потому что зачастую бывает, там написали код, открыли Spark-контекст, сделали какую-то выборку, в Pandas построили какую-то статистическую обработку, а Spark-контекст остался висеть на кластере. Аналитик второй открыл рядом еще один блокнот, еще Spark-контекст и пол кластера съедено. Как вот вы с этим боретесь? Спасибо. Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Прежде всего, самое, наверное, чувствительное к тому, что надо оберегать на кластере, это стриминговые джобы. Чем они хороши? Тем, что они занимают вполне понятное количество ресурсов. То есть здесь у нас есть отдельная вылизанная очередь, в которую могут лазить только стриминговые джобы, которые вот занимаются реал-таймой перегрузкой данных. Их не съедают хайовские запросы, те самые аналитики в Юпитере. Все работает с этим замечательно. Теперь дальше, что делать с зависающими джобами? Есть, кстати, очень неплохая статья. Недавно на Хаббле выходила у Рамблера на эту тему. У Spark можно настроить такую штуку, что, во-первых, мы всегда используем динамик ресурсов location. Это значит, что когда вы запускаете джобу, она сначала запускается с минимальным ресурсом, одним контейнером, потом, когда что-то нужно, она занимает больше ресурсов. Потом, соответственно, когда ресурсы не нужны, контейнеры опять съедаются. Единственная проблема, почему могут происходить зависущие джобы, это если кто-то поднял в память что-то и там оставил. Но и на этот случай у Spark есть замечательная настройка. Если к экзекьютору не приходило никаких задач определенное время, даже если у него в память что-то влесит, убить его. По-моему, начиная с 1.5. Ну, у нас на 1.6.1 она точно уже работала. Всем спасибо. Спасибо.